Итак, наши клиенты заказали жареный рис. Можете обратить внимание, как он выглядит у них в мыслях. Теперь нужно передать заказ нашему шеф-повару. Пускай он приготовит этот рис и посмотрим, что же у него получится. Насколько он круче, чем я. Ничего себе! Он ногами прилип к шкафчику. Такое может только сделать спайдер-мен. Может это Питер Паркер у меня работает? Азиатский шеф-повар Питер Паркер. Кстати, вы обратили внимание, что мой шеф-повар сготовил не совсем такой рис, который хотели мои посетители. Похоже, что этот шеф заканчивал те же кулинарные курсы, что и я. Настал час Акая. Давайте же пройдемся и посмотрим, что у них там есть. Правда, денег у меня с собой в кармане всего 29 долларов. Я не думаю, что я на них смогу что-то купить. Вы посмотрите, здесь есть телепорт. Офигеть! Почему в реальном магазине нету телепорта домой? С доставкой на дом. Ну что ж, приступим к осмотру, что у них здесь есть. Добро пожаловать в Икея. Нажмите на любую мебель, чтобы совершить покупку. Хорошо. Так, это у нас уголок с перегородками, деревьями. В общем, декор. Слева от нас висели настенные аксессуары. Там часы, картины. Здесь у нас плиты. Классные плиты. И стол. Такой же, как у нас сейчас стоит в ресторане. Стоит он 30 баксов. И, естественно, деньжище у меня пока что не хватает его купить. Скоростной осмотр Икеи мы сделали. Возвращаемся в ресторан, потому что денег у нас пока нема. О, у нас даже рейтинг ресторана немного поднялся. Шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой, я забыл, что у нас там сидят клиенты, которые заказывали рис. Нужно срочно убрать у них со стола. Надеюсь, что они оставят хоть какие-то чаевые. Хотя, обслуживание было долгое, я не надеюсь на чай. О-о-о-о-о-о-о, 12 чаевых. Шикарно, 12 долларов это очень круто. А эти ребята все так же продолжают мычать, молчать и смотреть друг на друга. Надо бы их как-нибудь отсюда выгнать. Что же с ними сделать-то? А вот и наши новые клиенты. Давайте их по-быстрому обслужим и посадим за наш первый столик. Присорвайтесь, пожалуйста. Итак, клиенты заказали два жареных риса. И две свинины в кисло-сладком соусе. Ну что ж, давайте попросим нашего шеф-повара приготовить эти блюда. Посмотрим, как быстро справится наш шеф-повар с четырьмя заказами. Первый уже готов. Это жареный рис. Так, наверное, я не буду тут стоять, а лучше отнесу это блюдо, чтобы клиенты долго не ждали. Может, больше чаевых оставят. А, что это? Что это за... Какого? Что это такое? Это чипсы? Ты что приготовил? Похоже, это свинина в кисло-сладком соусе. Ну, ладно, берите, пожалуйста. Да, похоже, это свинина в кисло-сладком соусе. Капец, но это совсем не то, что представлял клиент в своих мыслях. И зачем я тогда нанимал шеф-повара, если он готовит точно так же, как я? Какую-то фигню и бурду. Так, шеф-повара, я увольняю. Ты мне не нужен. Я с такой готовкой как-нибудь сам справлюсь. За что я платил этому шефу два доллара за две минуты? Я лучше сам себе буду платить эти деньги. Ну, а пока наши клиенты там обедают, я решил сбегать в Ике и прикупить маленький стол со стульями. Так, вот это, я думаю, что подойдет. 15 баксов. Самое то. Мне нужен был стол на две персоны. Поэтому теперь мне нужно два стула. Я думаю, что... Какой здесь самый дешевенький? Наверное, вот этот вот деревянный. 25 баксов. Что-то нифига не дешево. Эээ. Нет. А этот 15, этот 15, этот 15. А этот 10. Странно, почему тот деревянный стул стоит 25, а это кресло, которое выглядит поудобнее, стоит десятку? Ну, слушайте, нам это даже выгоднее. Срочно возвращаемся в ресторан. Мои клиенты там уже отобедали и оставили наверняка чаевые. Нет, они что-то еще хотят. Два яичных пирога. Ну, хорошо, сейчас мы их изготовим. Надеюсь, что у меня это получится. Е-е-е, ух, первый готов. Но это не совсем пирог, а какие-то пирожные получились. Но я думаю, что клиенты будут довольны. Ну что ж, понесли. Жалко, что я во вторую руку не могу взять еще одно блюдце. Было бы намного быстрее. А пока клиенты пробуют наши отменные пирожные, я, по крайней мере, на это надеюсь, мы поставим только что купленные наши стулья и стол. Замечательно! Теперь у нас есть столик на две персоны. Надеюсь, что в скором времени этот столик будет уже занят. Блин, еще бы вот этих вот персонажей как-нибудь выгнать. Четыре места! Четыре места занимает! Сколько я денег уже из-за них потерял? Ну ладно, что-нибудь придумаем. Как я вовремя купил столик на две персоны. Давайте присаживайтесь, господа, сюда. Нужно убрать посуду. Пирожные они сели, значит им наверняка понравилось. И это очень хорошо. Тридцать шесть чаевых! Ого, вот это круто! Наверное, им понравилось мое обслуживание. Нужно продолжать в том же духе, и тогда я стану богатым. Ого, заказали два новых блюда. Я такие еще не делал. Не знаю, как перевести их на русский. В некоторых странах это называется чао-чао, либо еще похоже это на рамен. Правда, рамен это японское блюдо. А у нас все-таки ресторан китайский. Ну что ж, вроде бы у меня получилось, слушайте. Как быстро ко мне идут посетители. Наверное, сарафанное радио работает. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Надеюсь, это вкусно. А вы, товарищи, присаживайтесь сюда за этот столик. Фух, можно немного передохнуть, потому что вновь прибывшие клиенты сейчас будут знакомиться с меню, пока они что-нибудь там выберут. Я тут постою, отдохну. О, уже что-то выбрали. Заказали роллы. Ну что ж, давайте сделаем роллы. Ну-с, начнем. Вправо, вниз, вправо, вправо. Все, блюдо готово. Эх, так же бы быстро готовилось бы у меня дома. Просто вправо, вниз, вправо, вправо, и все. И блюдо готово. Это же очень круто. Субтитры сделал DimaTorzok Четыре блюда съели эти старикашки и всего оставили 26 чаевых. А я их так хорошо обслуживал. Эх. Слушайте, какие ненасытные у этих парней дамы. Они делают уже третий заказ. Они съели по роллу, потом они съели еще по чебуреку, и сейчас они заказали яичный пирог. Сколько же в них влазит, а? Да, надеюсь, что они оставят очень хорошие чаевые. Да, мы отобедали. Надеюсь, что это все. И они наконец-то уйдут и освободят место. Сорок четыре доллара чаевых. Ух, если так дело пойдет. Кстати, я нашел кнопку, которая прогоняет всех из моего ресторана. Вот она. Шикарно. Теперь я могу закрыть свой ресторан и со спокойной душой сходить в Икею и прикупить новой мебели. У меня с собой 110 долларов. И чего же я сегодня на них куплю? А куплю ее, наверное, картину. Хочу что-нибудь повесить на стену, и пускай это будет пляж. А также пришло время расстаться с нашей ржавой плитой. Купим нормальную, красивую. И я подумываю еще один столик купить. Только какой? Так, этот 30, этот 15, этот 30. Наверное, еще один столик на две персоны. Так как у нас два столика на четыре персоны, и будет два столика на две персоны. Да, у кресел можно менять цвет, и это очень здорово. Я хочу взять под цвет моря. Ну, к той картине, к пляжной, которую я купил ранее. Ну что, ржавая моя рабочая плита. Ты мне служила верой и правдой, но пришло время тебя заменить. Так, а куда бы повесить картину? Я думаю, мы ее повесим прямо в центре зала в конце. А плита будет на том же месте, где и стояла ранее. Хотя нет. Может быть, ее сюда боком поставить? А давайте так сделаем. И остался столик с креслами. Наверное, поставим мы их вот сюда. А эта плита мне больше не нужна, я хочу ее убрать. А, похоже, что я так просто от нее не отделаюсь. В общем, я наконец-то допер, как это сделать. Ее вначале нужно поставить, а потом просто продать. И все. И тогда она больше нам не будет никогда мешаться. И знаете, в этот момент я подумал, что нужно продать все кресла, и заменить их на такие же, только другого цвета. Цвета моря. Почему я так сделал? Потому что наш ресторан, сам ресторан, визуально выглядит, как корабль с тремя трубами. У нас есть внутри картина с пляжем и морем. И получается, что у нас такая морская тематика. Азиатская морская тематика. Поэтому я решил заменить все свои кресла на голубой морской цвет. Теперь все будет в одном тоне. И это очень здорово. Единственное, еще пару кресел не хватает. Но мы их обязательно докупим. Открываем наш обновленный ресторан. И уже сразу же идут клиенты. На этом наша серия подходит к концу. А в следующей мы будем разрабатывать с вами новое меню. И немножко дополним наш ресторан декором. До новых серий. Пока-пока. Подписываюсь. И я подписываюсь. Подписочка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok